Девушки отдыхают Прошу прощения, что вырываюсь вот так Но я так взволнована, что мне не терпится с кем-нибудь поделиться Эквестрийское общество охраны редких существ Дало разрешение понаблюдать за самым редким, крошечным, прелестным из магических существ во всей Эквестрии Забризи! Ух ты, Флаттершай, это потрясающе! О, это не просто потрясающе, это просто лучшая новость на свете! Я только что получила самое невероятное письмо, которое когда-либо получала пони в истории почтовой связи Это рекламка однодневной распродажи поддержанной садовой мебели А-а-а! Это лучший день в моей жизни! Милая пони, милая пони Милая пони, тебя так долго ждали мы Милая пони, волшебством своим весь мир освети Искры смеха и добра От чистого сердца даришь нам Приключений с нетерпением ждёшь И волшебство в себе несёшь Милая пони, давай скорей с тобой дружить Вот покрывало, если вдруг похолодает А я собрала тебе корзинку свежих яблочек, если ты проголодаешься Хорошо повеселиться О, непременно Надеюсь, ты тоже хорошо проведёшь время с Каденс Все на борт! Пока! Всем до свидания! Латершай! Я никогда тебя не забуду! Ах, что-то летит! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Я волнуюсь перед приездом Каденс А с чего тебе волноваться, Искорка? Каденс тебя просто обожает! Знаю, но я хочу, чтобы её визит прошёл безупречно А что может помешать? Ну, последние несколько раз, когда мы виделись, были не совсем беззаботными Во время большинства наших встреч судьба Эквестрии висела на волоске Вот именно У нас с Каденс не было возможности просто побыть вместе, как подругам Поэтому для меня так важно, чтобы в этот раз мы смогли провести побольше времени вместе Полагаю, у тебя уже есть план, как этого добиться Момент сейчас подходящий Сюда, в Понивиль Всего на один день приезжает передвижной музей Старсвилла Бородатова Мы с Каденс сможем любоваться экспоратами его выставки Звучит как идеальный день без приключений вместе с Каденс Не считая интриги, какой из колокольчиков с его шляп они решили показать Осмелюсь предположить, вот этот Да, простите, что-то с горлом Большой колокольчик По-моему, звучит прелестно Ага, похоже, что вы сможете прекрасно провести время вдвоём Точно, тихо и спокойно Ваше Высочество Ваше Высочество Я шучу, Искорка Мы же родственницы, все эти формальности ни к чему Каденс, я иду! Ах, две принцессы встретились Лично я постараюсь сделать так, чтобы ничто не испортило им день Это что ещё такое? Что бы это ни было, прядь! Рарити, не время играть в прятки! Ай! Что это такое? Ох! Не что? А кто, дорогая? О, нет! Похоже, это... Дискорт! Что ты здесь делаешь, будь ты неладен? И почему майский жук тебя укусит из синий? Скорее лазоривый, если точнее Да какого бы цвета ты ни был, это цвет неприятностей! О, Радуга, я изменился И как вы, конечно, помните, меня исправила милая маленькая Фла... Флу... Флаттерштайн Я фла... Ах, 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 ах! Ты что, приболел, Дискорт? Ну, конечно! Я болен, у меня синяя кожа Насморк! Никто не предложит мне прилечь Что? Спасибо, очаровательно Я постоянно чихаю и хриплю Короче, мне очень нужна помощь Если ты так болен Почему ты пришел сюда, вместо того, чтобы Лежать дома в постели и лечить свою странную болезнь? А-а-а! 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 Потому что из-за этого недуга Я стал беспомощен Просто беспомощен Я даже ложку с трудом поднимаю Я пришел найти единственную пони Который по-настоящему меня понимает И сможет вернуть меня к жизни Где эта милая и добрая Флаттершай? Мне нужно понимание Мне нужна забота мне нужно... Тебе нужно остыть. Флоттершая уехала. О, ну, конечно. Она поехала наблюдать за Бриззи. Я и забыл, что сегодня... А ты откуда знаешь про ее поездку? Она сама мне рассказала в последнем письме. Вы с Флоттершая переписываетесь? Разумеется. Мы же друзья. Какая жалость, что поездка именно сегодня, когда она мне так нужна. Ну, ладно. Я знаю, что делать. Отличная мысль. Отправляйся домой, поваляйся. В итоге ты найдешь в себе силы сделать себе суп. Нет, нет, нет. Я имею в виду, что пока ее нет, вы, пони, сможете позаботиться обо мне. Ведь для этого и нужны друзья, чтобы заботиться друг о друге. Давайте начнем лечение. Но уж нет. Что ж, есть же способ вылечить больного друга. А-а-а! А-а-а! Не беспокойся, Дискорд, я тебя обниму, как следует почитаю, расскажу все о себе. Я родилась во вторник. А-а-а! Спасибо, что предложила это так мило, но Рарити и Эпплджек уже вызвались быть моими личными сиделками. Разве? Я надеюсь, что ты не против Пинки Пай. Ну, вообще-то я, конечно... Эй! Кто это все время теряет такие отличные шарики? Этот парень что-то замышляет. Что бы это ни было, мы будем его держать как можно дальше от Искорки и Принцессы Каденс. Ты права. Мы обещали, что не позволим испортить их встречу. Хотя я предпочла бы, чтобы это что-то оказалось с чем-то другим. Я слышал. Вы тут говорите о встрече Принцессы Каденс и Принцессы Искорки. Возможно. Флаттершай упоминала, что они сегодня встречаются. Как это замечательно для них обеих. Им так редко удается увидеться. Не знаю, как вам, но мне иногда бывает интересно, насколько близки они на самом деле столько долгих лет перед воссоединением. Они достаточно близки. А если нет, то это редкая возможность сосредоточиться на дружбе и сблизиться. Если, конечно... Даже не думай об этом. Их нельзя беспокоить. Беспокоить? У меня и в мыслях не было, особенно, когда со мной две чудесные подруги, которые уже предложили позаботиться обо мне, подвергаясь такому риску. Эта простуда чрезвычайно... зараза... О, дед! Я, кажется, вас заразил. Кому же мне теперь обращаться в трудную минуту? Целый день в музее Старсвирла Бородатова. Что может быть лучше? Абсолютно ничего. Тот самый подсвечник, который он зажигал, когда исследовал пещеры Маиртании. Точно, это он? О, я не верю, что вижу его... Дискорд, что ты тут делаешь? Ого, дорогие, дорогие принцессы, с прискорбием сообщаю, что я болен. Синий грипп. Синий грипп? Боюсь, я уже заразил бедняжик Эпплджек и Рарити. Волшебный пузырь здоровья. Отличная мысль. И правда, как искорка поставила бы меня на ноги, если бы заболела? Ты ведь разрешишь мне пожить у тебя, пока мне не станет лучше? Пожить? У меня? Эээ, сейчас не самый удачный момент, хотя я уверена, что ты это уже знаешь. Но разве Флаттершай не впустила бы больного и нуждающегося? разве друзья не должны помогать друг другу? Если, конечно, ты не скажешь, что мы с тобой не друзья. Нет, этого я не скажу. О, как я рад это слышать. Может, мы втроем вернемся к тебе домой? Не хочу больше никого заразить. Похоже, у нас нет выбора. Отнесете меня? Тут недалеко. Думаю, ты и сам справишься. А, ладно. Нужно что-нибудь еще? Честно говоря, мне уже стало лучше от одной мысли, что такой хороший друг, как ты, заботится обо мне. Ничего страшного, я побуду один. О, пока вы не ушли. Одна малюсенькая просьба. Ах, ничего страшного. Дадим ему то, что он хочет, и сразу же вернемся на выставку. Так что тебе нужно? Прошу, водички, я глоток. Для носа беленький платок. Немного чая и медок. На ложечке, на чайной. Я принесу тебе чай. Пока прилягу отдохнуть, а вас прошу, натрите грудь мне рыбьим жиром. Вот он тут, в бутылочке хрустальной. Хрустальной бутылочке? Лежит ужасно горло тут, а вдруг уже случился круп, тогда из тыквы нужен суп и шарф из свежих циней. Да нет же, циней не то, поможет только чистый шелк. Печеньем буду с молоком лечить недуг свой синий. Болит ужасно мой живот, лишь одно, его спасет лапша. Ах, нет, наоборот, пирог фруктовый, круглый, ржаного хлеба я хочу, его я сыром проглочу, а базилейком я лечу свой жар невыносимый. Что-нибудь еще? Бесконечно благодарен вам, запомню навсегда. Я слышал, что приходите на помощь вы к своим друзьям. Отзывчивость прекрасна, да? Так, но... Так вот, кто готов к большой репризе? Я так хочу стакан воды и заклинание от беды. Мне будь дорог, скажите вы, и розы, чтоб стояли. Постилки горлышко смягчить, а также дайсберг облегчить. Парик от ветра защитить. На лапке одеяло. Пинцет скорее, дайте мой массаж, колен само собой. В горох, натрите сыр горой. Пусть будет пекинес большой, и арфу с именем Луис. Козла на лыжах, бери есть. Еще, 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 поторопись. А раз я на больничном, следите, чтоб я много пил, ведь у меня так мало сил еще даю я вам намек. Раз уж я за ним мог, вот бы дать кто-то мог мне уже стакан водички. Оп, простите. Это уже не смешно. Как ты вообще подхватил этот гриб? Плохо был копыты и когти. Должен же быть способ тебя вылечить. Какое-нибудь заклинание или средство. Есть один способ. И ты не подумал упомянуть о нем раньше? Вылетел из головы. На холме, на самом краю эквестрии растет великолепный волшебный цветок. Сорвите цветок, когда он сбрасывает лепестки на закате. И тогда вы сможете изготовить волшебный лечебный эликсир от синего гриба. Полагаю, есть веская причина, почему ты не потрудился сам раздобыть этот цветок, как только заболел. Я не мог отправиться так далеко в моем состоянии и к тому моменту, как я бы туда добрался, я был бы уже слишком слаб, чтобы искать цветок. Ну и куда же нам, Скаденс, нужно идти? Так, вам нужно будет идти на север, потом повернуть налево, а знаете, будет гораздо проще, если я сам отведу вас туда. Дискорд, ты вроде был не в состоянии путешествовать. Так и есть. нам нужно будет подготовиться. Хе-хе-хе-хе-хе. Ты в порядке? Честно говоря, мне немного не хватает практики полетов. Тогда тебе повезло, мы на месте. Это на вершине того холба. Мне очень жаль, Каттенс. Я так хотела, чтобы мы побыли вместе, спокойно пообщались с тобой. Я знаю, я тоже этого очень хотела. Это вершина. Ну а где же цветок? О, поторопимся. У нас останется время пообщаться. Еще один рывок! Доставим Дискорда и цветок домой, и тогда все наши проблемы... Что это? Что происходит? А-а-а! 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 Искорка! На помощь! Убери свои щупальца от моей подруги! А-а-а! 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 Немедленно отпусти мою подругу! Спасибо! Еще рано благодарить! А-а-а! Искорка! А-а-а! 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 Еще совсем чуть-чуть! А-а-а! А-а-а! И на всякий случай! А-а-а! Ты в порядке? Да. Даже лучше, чем хорошо. Давай доставим дискорда в Понивиль, изготовим хороший эликсир и, наконец, получим возможность побыть вместе! На самый край Квестрии, чтобы столкнуться с такой великой опасностью! И она сделала это ради меня! Всё ради меня! Ты... что, притворелся? Конечно! Но у меня была веская причина! Мы слушаем! Ну, я сидел на моём дереве размышлений, там я предаюсь особо серьёзным размышлениям. Я сидел там и сказал себе, Дискорд, твоя подруга Искорка называет себя твоим другом, но она никогда тебе не напишет, никогда не зайдёт в гости! Я даже не знаю, где ты живё... А когда она стала принцессой, может, она считает, что слишком хороша для тебя? Я никогда не считала, что... Но как ещё я мог убедиться, что по-прежнему являюсь другом одной из самых важных местных пони? Я не... Кроме как посмотреть, пойдёшь ли ты на другой конец Эквестрии ради меня! Что ты и сделала в буквальном смысле слова! Поздравляю, Искорка! Ты прошла мой тест на дружбу! А что глаза такие злые? Ты же любишь проходить тесты! Это ведь не из-за того, что мой маленький экзамен подпортил вам встречу с принцессой Канненс, и из-за этого у вас не было времени сосредоточиться на вашей дружбе, побыть друг с другом! Ты совсем не помешал нашей встрече? Разве нет? Провести целый день на выставке Старосвирла Бородатого было бы куда спокойнее, но, честно говоря, мне сейчас меньше всего нужен отдых! Правда? Не пойми меня неправильно! Жизнь в Кристальной Империи замечательная, но она становится немного... предсказуемой! Мне нравится иногда участвовать в небольших приключениях! Трудности, с которыми мы столкнулись сегодня, именно то, что мне нужно! А то, что мы пережили их вместе, помогло мне ещё лучше осознать, как сильно мне повезло иметь такую подругу, как ты! Мы не часто видимся, но я знаю, что ты всегда окажешься рядом, когда будешь мне нужна! Как оказалось рядом с тобой, Дискорд! Да, она просто прелесть! Нам всем очень повезло, что она есть в нашей жизни! Что за... Полагаю, очевидно, что наша встреча с Каденс прошла не так, как я планировала, но, в конце концов, я осознала, что с другом даже самый сумбурный день может стать ценным опытом, который вас сблизит. Ты согласен, Дискорд? Да, Искорка! Не буду говорить, что ты получил по заслугам! А мне несложно это сказать! Ты получил по заслугам! Но всё он запомнил этот урок! Ведь так, мой маленький пациент... Я так рад, что ты вернулась, Флаттершай! От одного твоего присутствия мне становится лучше! Я только хотел узнать, можно попросить вас ещё кое о чём? Нет! Что? Я просто хотел попросить крошечный стаканчик бандички! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok